здравствуйте мои подписчики и гости канала этим видео мы начинаем большой цикл лекции посвященных технологическому оборудованию мясоперерабатывающих производств в этой видео лекции мы послушаем введение в технологическое оборудование мясоперерабатывающих производств предприятия мясной промышленности оснащены большим количеством более 400 наименований технологического оборудования рациональная эксплуатация оборудования требует глубокого знания его особенностей и конструктивных признаков при использовании современного технологического оборудования важно сохранить в вырабатываемых мясных продуктах в максимальной степени все полезные компоненты все оборудование применяемое на предприятии может быть разделено на две группы основное и вспомогательное к основному относится оборудование которое выполняет заданный технологический процесс оглушение разделение измельчение перемешивание тепловую обработку и так далее и непосредственно контактирует сырьем вспомогательное оборудование обеспечивает нормальную работу основного то есть выполняет функции транспортирования подъема резервирования сырья и тому подобное перерабатывающие предприятия осуществляющие переработку убойных животных оснащены производственным оборудованием служащим для механизации ручного труда и автоматизации его управления производственное оборудование предназначенное для выполнения технологических операций по переработке животного сырья в пищевые кормовые и технические продукты называют технологическим оборудованием технологическое оборудование в котором обрабатываемый продукт не изменяя своих физика химических и других свойств изменяет только форму размеры и тому подобное называют машиной конструктивная особенность машин наличие движущихся исполнительных органов которые механически воздействуют на обрабатываемый продукт технологическое оборудование в котором обрабатываемый продукт изменяет свои физика химические свойства или агрегатное состояние называют аппаратом конструктивная особенность аппарата это наличие определенного пространства объема рабочей камеры резервуара в которой происходит воздействие на продукт с целью изменения его свойств кроме того для работы аппаратов применяют различные рабочие жидкости холодную и горячую воду газ пар паровоздушную смесь дым и так далее которые называются тепло или хлада гентами взаимодействие рабочей жидкости и обрабатываемого продукта в аппарате может происходить прямым контактом или непрямым последнее как правило осуществляется через разделяющую поверхность стенку в зависимости от характера цикла работы оборудования оно бывает периодического полу непрерывного и непрерывного действия в оборудовании периодического действия продукт подвергается воздействию в течение определенного времени после которого он выгружается а в оборудовании полу непрерывного действия загрузка продукта и воздействие на него осуществляется непрерывно в течение всего рабочего цикла а выгрузка через определенные промежутки времени в оборудовании непрерывного действия загрузка обработка и выгрузка продукта осуществляются одновременно рассмотрим подробно классификацию технологического оборудования и его основные параметры многочисленные виды технологического оборудования отличающиеся друг от друга по устройству выполняемым технологическим операциям и способом их осуществления можно разделить объединив в группы те из них которые обладают общими признаками например группы можно составить из отдельных видов технологического оборудования по признаку использования в тех или иных видах производств предприятий мясной промышленности а именно убоя скота и разделки туш переработки крови переработки эндокринно-ферментного сырья обработки кишок и кератин содержащего сырья производство колбасных изделий и копченостей производство консервов производство жиров производство кормовых и технических продуктов данная классификация способствует лучшему представлению о связи конструкции специализированного технологического оборудования с технологическим процессом производства можно также классифицировать технологическое оборудование по принципам воздействия оказываемым на обрабатываемое сырье для механического разделения сырья и мясопродуктов отстаивания, фильтрования, сепарирования, отжима, прессования для тепловой обработки мясопродуктов шпарки, варки, опалки, охлаждения, копчения, пастеризации, стерилизации деаэрации, сушки, выпаривания и т.п. Использование второго подхода позволяет теснее связать принципы работы технологического оборудования с законами механики, гидромеханики, теплофизики, физической химии, биохимии и микробиологии возможно классификация технологического оборудования по видам выполняемых технологических операций используемых в разных видах производств для измельчения, для перемешивания, для формования, для фасования, упаковывания и закатывания Следует отметить, что признаки, положенные в основу рассматриваемых классификаций могут проявляться в отдельных видах технологического оборудования в разной степени Например, большинство видов технологического оборудования убоя скота и разделки туш не имеют аналогов в других видах производств В то время как тепловое оборудование и оборудование для измельчения характерно для многих видов производств С учетом данного обстоятельства принцип изложения в наших лекциях будет основан на использовании элементов всех рассмотренных видов классификации Работа технологического оборудования выражается техническими и технологическими параметрами, составляющих его техническую характеристику К ним обычно относят производительность, то есть количество перерабатываемого сырья и вырабатываемой продукции в единицу времени потребляемую энергетическую мощность выражаемую количеством пара, хладоносителя, электричества в единицу времени параметры электрической энергии напряжение, частота, количество, фаз пара, температура, давление и хладоносителя вид, температура параметры сырья и вырабатываемой продукции параметры режима работы технологического оборудования и его отдельных элементов давление, температуру, частоту вращения и другое габаритные размеры и массу оборудования условия эксплуатации характеристика производственного помещения температура и относительная влажность воздуха техническая характеристика технологического оборудования определяет его пригодность для выполнения технологической операции на конкретном предприятии рассмотрим основные требования к технологическому оборудованию общие требования к общим требованиям предъявляемым к технологическому оборудованию мясоперерабатывающих предприятий относятся необходимая производительность минимальные материалы и энергоемкость трудоемкость и максимальная безопасность в обслуживании качество вырабатываемой продукции ремонт на пригодность надежность долговечность и экологическая безопасность санитарные требования особенность технологического оборудования перерабатывающего животное сырье это высокие санитарные требования к его конструкции исполнительные органы технологического оборудования конструктивно выполняют таким образом чтобы при самых неблагоприятных условиях эксплуатации исключить возможность проникновения в рабочую зону посторонних предметов смазочных масел ржавчины или металлической пыли получаемой от износа деталей конструкционные материалы технологического оборудования при контактировании с пищевыми продуктами не должны образовывать примесей загрязняющих пищевую продукцию и снижающих ее качество запрещается применять в рабочей зоне детали из свинца цинка меди сплавов и покрытия из них а также покрытия из кадмия никеля хромоэмали пенопластов пластмасс на основе формальдегида материалов содержащих стекловолокно асбест а также изделия из древесины за исключением твердых пород деревьев керамики стекла лакокрасочных покрытий применяемые материалы должны быть стойкими к химическим тепловым и механическим воздействиям при систематической мойке чистки и дезинфекции оборудования цвет конструкционных материалов в рабочей зоне не должен влиять на оценку качества пищевой продукции и затруднять выявление ее загрязнений для изготовления металлоконструкций рам станин связи и тому подобное следует применять профили замкнутого сечения конструкция оборудования должна обеспечивать защиту продукта от внешних загрязнений исключать выбросы продукта или вспомогательных материалов в окружающую среду обеспечивать полное опорождение и хорошую очищаемость оборудования предотвращать застои остатков продукта и образования очагов гниения все поверхности должны быть доступны для санитарной обработки и контроля ее качества в конструкции рабочей зоны оборудования не должно быть непромываемых мест глухих карманов щелей а также перегородок ступеней кромок резки к сужению поперечного сечения необходимость в которых не вызывается требованиями технологического процесса в частности чаны ванны желоба металлические технологические емкости и детали соприкасающиеся с продуктами должны иметь легко очищаемую гладкую поверхность без щелей зазоров оборудов выступающих частей и других элементов затрудняющих их чистку конструкция рабочей зоны оборудования предусматривающего замкнутую систему санитарной обработки безразборную мойку должна обеспечивать возможность периодической разборки для ручной чистки и контроля съемные и разборные детали и узлы должны быть снабжены легкоразъемными соединениями в рабочей зоне оборудования не допускается применять заклепки болты точечную сварку соединения внахлёст стыки поверхности и вершин углов должны быть скруглены радиусом не менее 6 мм а при применении механизированной мойки оборудование радиусом не менее 50 мм сливные и переливные трубы оборудования должны соединяться с канализацией закрытым способом с устройством сифонов или через воронки с разрывом струи частота обработки поверхностей деталей и узлов оборудования определяется шероховатостью которая устанавливается по ГОСТ 2789 уплотнительные устройства валов оборудов исключать попадание мясного сока фарша моющих средств в механизм привода а смазочных материалов в продуктовую зону размещение оборудования обвязка его трубопроводами соединение с системой канализации не должны препятствовать санитарной обработки и контролю расположение арматуры и мест присоединения трубопроводов подающих среду отличную от пищевого продукта например гидравлическое масло охлаждающую среду должно исключать загрязнение продукта в результате утечек в процессе работы и не должно препятствовать санитарной обработке оборудования для приведения в действие оборудование на котором обслуживающий персонал соприкасается с продуктом шприцы и так далее следует применять органы управления приводимые в действие не рукой а в соответствии с ГОСТ 12.2.124 например ножная педаль или коленный переключатель изоляция поверхности и оборудования должна быть выполнена из теплоизолирующих материалов не загрузняющих а окружающую среду и продукт в частности для теплоизоляции любых поверхностей нельзя использовать материалы содержащие стекловолокно или шлаковату требования к безопасности ГОСТ 12.2.003 оборудование производственные оборудование общие требования безопасности устанавливает требования безопасности к производственному оборудованию в части конструкции органах его управления, средств защиты, входящих в конструкцию, а также требования безопасности, определяемые особенностями монтажных и ремонтных работ, транспортированием и хранением производственного оборудования. Оборудование должно быть безопасным при монтаже, эксплуатации, ремонте, транспортировании и хранении. Не должно загрязнять воздух, почву, водоемы выше установленных норм. Безопасность оборудования обеспечивается выбором принципа действия, конструктивных схем, безопасных элементов конструкции и тому подобное, применением средств механизации, автоматизации, дистанционного управления и защиты, выполнением эргономических требований, включением требований безопасности в техническую документацию по монтажу, эксплуатации, ремонту, транспортированию, хранению. Оборудование должно быть пожара и взрыва безопасным, устойчивым к повышенной влажности и колебаниям давления и температуры. Действию агрессивных веществ, ветровых нагрузок, обледенения. Кроме общих требований безопасности к производственному оборудованию необходимо учитывать также специфические требования к оборудованию мясной промышленности, предусмотренные отраслевым стандартом ОСТ 27-00-216. Машины и оборудования продовольственные. Общие требования к безопасности. Движущиеся части оборудования, гребенки, выступающие концы валов и элементы их частей, винты, шпонки, питательные и накатные валики, ролики, открытые передачи, торцы барабанов, роликов. В местах набегания конвейерной ленты, в местах термо- и ультразвуковой сварки, питательные воронки, бункера должны иметь ограждение. Незакрепленные наглухо на болтах, винтах и тому подобное ограждение зубчатых передач должны иметь устройства, позволяющие открыть их только после полной остановки машины и обеспечивающие ее пуск лишь при закрытом ограждении. Подвижные контргрузы-противовесы должны помещаться внутри машины или надежно ограждаться. Рабочие места обслуживающего персонала должны находиться вне зоны перемещения механизмов сырья и готовой продукции. Конструкция оборудования должна предусматривать меры теплоизоляция по ограничению выделения конвекционного и лучистого тепла. В машинах с местным охлаждением должно быть устройство, блокирующее пуск машины при отсутствии хладагента. Оборудование, выделяющее газы, влагу, пыль и посторонние запахи должно быть максимально герметизировано. При недостаточной герметизации необходимо использовать местные отсосы воздуха. Наружные выступающие части оборудования должны быть закруглены по радиусу не менее 5 миллиметров и не иметь заусенцев, наплывов, металла после сварки. Кнопки включения производственного оборудования должны быть заглублены на 3-5 миллиметров в корпусе пусковой коробки. Органы управления, кнопки, рукоятки, маховички и тому подобное у постоянного рабочего места должны размещаться в рабочей зоне, ограниченной в пределах по длине не более 70 сантиметров, по глубине не более 40 и по высоте не более 60. Указанные органы управления должны быть над уровнем пола площадки на высоте в пределах от 90 сантиметров до полутора метров при обслуживании стоя и на высоте от 60 сантиметров до метра 20 при обслуживании сидя. Все кнопки, рукоятки, маховички и другие органы управления должны иметь обозначения или надписи, поясняющие их функциональное назначение, а также окрашены в соответствующие цвета. Красный остановка. Ахроматический цвет, черный, серый или белый, допускается зеленый, пуск. Ахроматический цвет, попеременные остановка или пуск. Желтый цвет, аварийное выключение. Ахроматический или синий цвет, специальное включение. Переключение частоты вращения чаши кутера. Площадки обслуживания машины и оборудования, расположенные на высоте, должны иметь ограждение и лестницы с поручнями. А площадки, кроме того, должны иметь свободный проход шириной не менее 7-10 сантиметров. Настилы площадок должны исключать скольжение и иметь по краям сплошную зашивку на высоте 15 сантиметров. Высота ограждения и перил должна быть не менее 1 метра. А на высоте 50-60 сантиметров от настила площадки лестницы необходимо размещать дополнительное продольное ограждение и вертикальные стойки с шагом не более 1,2 метра. Лестницы на высоте 3-5 метров не должны иметь переходные площадки. Ширина лестницы не менее 60 сантиметров. Расстояние между ступенями 20. Ширина ступени не менее 12 сантиметров. Лестницы высотой более полутора метров должны иметь наклон не более 45 градусов. Меньше высоты не более 60 градусов к горизонту. Усилие на рукоятках, рычагах постоянного пользования при ручном управлении не должно превышать 40 ньютонов, а при ручном регулировании и наладке 100 ньютонов. Пусковые педали ножного управления оборудованием должны иметь ограждения или предохранительные устройства, исключающие случайное включение оборудования, падение предмета, случайное нажатие. Ограждение педали должно быть прочным, не иметь острых краев и не стеснять движения ноги. Площадка пусковой педали должна быть прямой с рифленой поверхностью, не скользкой. И иметь закругление в начале и упор для ноги в конце. Ширина педали должна быть не менее 8-10 миллиметров, а длина до упора от 110 до 130 миллиметров. Возвышение педали над уровнем полуплощадки перед ее включением не должно превышать 120 миллиметров, а прожатие ее после включения 60. Усилия при нажатии на педаль в положении сидя 24,5 ньютона, в положении стоя 34,5 ньютона. Задвижки, вентиль и краны расположены выше двух метров от уровня полу рабочей площадки. Или заглубленные должны иметь приспособления, рычажные, штанговые и тому подобное, позволяющие открывать и закрывать их с рабочего места. Стационарная контрольно-измерительная аппаратура должна быть установлена на рабочих местах не выше двух метров уровня пола рабочей площадки. Так и ведущие части оборудования должны быть надежно электроизолированы, ограждены или находиться в недоступных для людей местах. Температура нагретых поверхностей оборудования, ограждений и трубопроводов на рабочих местах не должна превышать 45 градусов Цельсия. Ванны, баки и другие рабочие емкости следует оборудовать сливными и переливными устройствами, соединяемые с канализацией закрытым способом, с разрывом струи и запорными устройствами. Конструкция оборудования, работающего под давлением, должна соответствовать правилам его проектирования, изготовления и эксплуатации. Требования к оборудованию для предприятий малой производительности. Эксплуатация технологического оборудования большой производительности, а значит и высокой стоимости на малых предприятиях невыгодна. Не хватает сырья, чтобы загрузить их на полную мощность. Экономически целесообразно применять универсальное по назначению и многооперационное оборудование. Оно должно быть легко и быстро переналаживаемым, дешевым, надежным и долговечным. Такое оборудование можно создавать по принципу агрегатирования, применяя общий привод и сменные органы для выполнения различных операций. Дедали и узлы должны быть унифицированы и иметь минимальные размеры. Для работы оборудования на малых предприятиях, как правило, не требуется использование пара, особенно высокого давления, сжатого воздуха и газа. Для эксплуатации оборудования на малых предприятиях необходимы специально подготовленные технологи, механики, лаборанты и рабочие. Наиболее эффективной работой оборудование и всего малого производства в целом будет при использовании местных природных источников тепловода и хладоснабжения. При проектировании производства необходимо учитывать возможность использования естественного холода для хранения сырья и продукции. Общие сведения о контрольно-измерительных приборах. Контрольно-измерительные приборы являются неотъемлемой частью технологического оборудования. В местной промышленности применяют в основном приборы и средства автоматизации общепромышленного назначения. Применение приборов автоматического контроля позволяет постоянно следить за технологическим процессом и своевременно предотвращать отклонения параметров, температуры, давления и т.д. от заданных значений. На основе приборов автоматического контроля применяют три вида технологической сигнализации. Контрольную, предупредительную и аварийную. Контрольную сигнализацию используют для извещения о работе или остановки оборудования. О положении запорных клапанов открыто-закрыто на трубопроводах и т.п. предупредительную сигнализацию применяют для автоматического извещения персонала о возникновении изменений и отклонений в технологическом процессе, которые могут привести к аварии. Аварийная сигнализация служит для извещения персонала об аварийном состоянии оборудования и включения устройства автоматической защиты и блокировки. Приборы для измерения температуры. Температура — это физическая величина, характеризующая внутреннюю энергию тела. Она не поддается непосредственному измерению, а предварительно преобразуется с помощью различных измерителей в другую величину, которая определяется непосредственно. Для ее определения используются температурные шкалы, по которым отсчитывают значение измеряемой температуры. В технике применяют термодинамическую температурную шкалу Кельвина и международную практическую температурную шкалу. Термодинамическая температурная шкала Кельвина — единица измерения Кельвин, обозначается Т большое запятая К, основана на законах термодинамики и ее воспроизведения и связана с большими техническими трудностями при практическом применении. Международная практическая температурная шкала совпадает со шкалой Кельвина с той точностью, которая экспериментально достижима. В настоящее время действует шкала температур МПТШ 68 — единица измерения градус Цельсия, а обозначается Т маленькая градус Цельсия. Численные значения температуры равноправно выражаются как в Кельвинах, так и в градусах Цельсия, но имеют разное начало отсчета и связаны следующим соотношением. Т большое равно Т малое плюс 273,15. Где Т большое — это термодинамическая температура в Кельвинах, а Т маленькая температура в МПТШ 68 в градусах Цельсия. В некоторых англоязычных странах, в том числе и в США, температуру принято измерять по шкале Фаренгейта. Т маленькая градус Фаренгейта. При этом температура в Фаренгейтах равна 1,8 температуры в градусах Цельсия плюс 32. Все приборы для измерения температуры градуированы в единицах МПТШ, но в формулах применяют температуру только в Кельвинах. В промышленности температуру измеряют различными способами. Средства измерения температуры, вырабатывающие сигнал в форме удобной для восприятия, называют термометром. В таблице на слайде представлены пределы измерения температур различными термометрами. Термометры расширения построены на свойстве тел изменять под действием температуры свой объем или длину. Термоэлектрические термометры на свойстве разнородных металлов и сплавов образовывать в паре с пае. Хромель-капелевый ТХК, хромель-алюминиевый ТХА, платинородий платиновый ТПП термоэдс, зависящую от температуры спая. А термометры сопротивления на свойстве тел изменять в зависимости от нагрева электрическое сопротивление. Пирометры служат для измерения температуры по тепловому электромагнитному излучению. Приборы для измерения расхода и количества. Расход – это отношение массы или объема вещества, проходящего через поперечное сечение транспортного канала к промежутку времени, за которой это перемещение происходит. Под транспортным каналом понимают не только трубопровод для жидкости и газа, но и ленту конвейера, шнек машины и тому подобное, которые перемещают слой продукта. Объемный расход измеряют в кубометрах в секунду, а массовый – в килограммах в секунду. Количество – это масса или объем вещества, проходящего через транспортный канал. Количество определяют по объему в кубометрах, по массе – в килограммах. Для измерения расхода и количества применяют расходомеры и счетчики. Если средство измерения для определения количества получает информационный сигнал от расходомера, то его называют интегратором. В зависимости от вида измеряемой среды применяют приборы для измерения расхода и количества газообразных и жидких сред, сыпучих и штучных изделий. Методы измерения расхода вещества и конструкции приборов могут быть различными. Для измерения расхода и количества газов и жидкостей используют расходомеры переменного перепада давления – ротометры. Тахометрические счетчики и расходы меры. Электромагнитные, ультразвуковые расходы меры, расходы меры переменного уровня. К приборам для измерения расхода и количества сыпучих материалов и штучных изделий относят весы, дозаторы, различные тензорезисторные преобразователи, счетчики. Весы – это приборы для измерения массы твердых сыпучих или жидких веществ. По принципу взвешивания весы могут быть дискретного, периодического и непрерывного действия. По методу создания уравновешивающего момента весы делят на две группы – механические, рычажные и пружинные, и электромеханические. По пределу взвешивания весы делят на лабораторные, общего назначения – технологические, по уровню автоматизации – не автоматические и автоматические. По точности все весы подразделяют на четыре класса. Обычный – класс 1, средний – класс 2, высокий – класс 3 и специальный – класс 4 точности. Весы классов 1 и 2 относят к весам общего и технологического назначения. Классов 3 и 4 к лабораторным. Дозаторы – это приборы для автоматического отмеривания дозирования заданных масс или объема, сыпучих и жидких материалов. Они могут быть дискретного, периодического и непрерывного действия. Дозаторы дискретного действия, их еще называют порционными дозаторами, применяют в основном в технологических процессах с размещением оборудования по высоте. Непрерывного действия в технологических процессах с горизонтальным размещением оборудования и транспортированием материалов по конвейеру. Тензорезисторные преобразователи представляют собой датчики различной конструкции. Их встраивают в технологическое оборудование для автоматического измерения расхода и количества. Счетчики применяют для автоматического учета штучных изделий – банки, бутылки, коробки, ящики, мешки и тому подобное – пустых и заполненных продуктами. По конструкции все счетчики делят на две группы – контактные и бесконтактные. Механические счетчики входят в комплекты технологического оборудования линий фасования, упаковывания и транспортирования готовой продукции. В мясной промышленности в качестве бесконтактных счетчиков широко используют фотоэлектрические счетчики и преобразователи положения. Приборы для измерения уровня. Уровень является важным, а иногда единственным показателем, используемым не только для ведения технологического процесса в емкостных аппаратах, но и для контроля и учета при хранении продуктов и материалов. Все приборы измерения уровня разделяют на две группы – уровни меры и сигнализаторы уровня, обеспечивающие сигнализацию предельных уровней, в зависимости от механического контакта с измеряемым продуктом, средой. Различают контактные и бесконтактные приборы для жидкостей и сыпучих продуктов. К контактным приборам, измеряющим уровень жидкостей относят механические, поплавковые и буйковые, гидростатические и пьезометрические. Механические и пьезометрические приборы применяют в основном для открытых емкостных аппаратов, а для сосудов, находящихся под давлением, котлы, подогреватели и т.д. К бесконтактным приборам относят электрические, электроконтактные, кондуктометрические, емкостные и акустические, ультразвуковые, волновые и другие. Наибольшее распространение получили электроконтактные, емкостные и ультразвуковые приборы измерения уровня жидкостей. Для измерения уровня сыпучих продуктов применяют приборы механические, контактно-механические, поплавковые, гидростатические, электрические, ультразвуковые, радиоизотопные и другие. Необходимо отметить, что ряд приборов для измерения уровня жидкостей можно использовать для измерения уровня сыпучих продуктов. Приборы для определения общего химического состава и свойств. Средства для определения химического состава пищевых продуктов принято называть анализаторами. Основные показатели общего химического состава мяса и мясопродуктов – это влага, жир, белок и содержание минеральных веществ. Эти показатели дают представление о качестве мяса и мясопродуктов, их пищевой ценности. Их обычно измеряют в процентах. Влагу определяют двумя методами – прямым и косвенным. Прямой метод позволяет определять массу влаги и массу сухого остатка. Косвенным методом можно определить массу влаги по изменению какого-либо параметра продукта, функционально связанного с влажностью. К прямым методам относят высушивание. В сушильных шкафах, печах, приборах, сал, ВЧ и другие. Экстракционные – извлечение влаги из образца водопоглощающей жидкостью, обычно спиртом, с последующим определением характеристики этой жидкости. Химические – с помощью химических реактивов, вступающих в реакцию с водой пробы продукта. Косвенные методы – кондуктометрические, диэлькометрические, оптические, ядерного магнитного резонанса и другие. Они характеризуют быстродействие, но по точности уступают прямым. Для автоматического контроля состава жидких продуктов применяют следующие методы. Электрохимические – PH-метры, определяющие кислотные и щелочные свойства, контактные и бесконтактные датчики и анализаторы. Оптические – рефрактометры, спектрофотометры и т.п. По давлению насыщенных паров, аппарат, сок с лета, приборы для отгонки растворителя, жиромеры и другие. Радиоизотопные и с предварительным преобразованием пробы продукта, титрометрические. Состав газов измеряют приборами, которые называются газоанализаторами. Приборы для измерения плотности и вязкости. Плотность представляет собой отношение массы вещества к его объему. Единица измерения – килограмм на кубометр. Вязкость – это свойство жидкости или газов оказывать сопротивление перемещению одной их части относительно другой. Единица измерения вязкости – паскаль секунда. Плотность измеряют приборами плотномерами. В зависимости от принципа действия, плотномеры делят на поплавковые, основанные на зависимости между плотностью жидкости и выталкивающей силой, действующий на поплавок, погруженный в эту жидкость. Весовые – основанные на непрерывном взвешивании определенного объема жидкости. Гидростатические – в основу которых положено измерение давления столба жидкости постоянной высоты. Радиоизотопные – в которых используется ослабление интенсивности излучения радиоактивных изотопов при прохождении через контролируемую среду. Ультразвуковые – основанные на изменении скорости распространения и интенсивности ультразвуков жидкости и другие. Для измерения вязкости применяют приборы-висказиметры. В зависимости от принципа действия используют капиллярные висказиметры из течения, с падающим телом – шариковые висказиметры, ротационные, вибрационные и другие. Вы можете на канале ознакомиться с видео, которое посвящено обработке данных ротационной висказиметрии с применением Python и Pandas. Организация эксплуатации технологического оборудования Эксплуатация представляет собой совокупность всех периодов существования оборудования – транспортировка с завода и изготовителя, хранение до монтажа, монтаж, наладка, сдача в эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт. Эксплуатация технологического оборудования осуществляется в соответствии с инструкциями по эксплуатации, которые составляются службой главного механика, и заводской, фирменной, технической документацией. Данные инструкции содержат правила подготовки, работы и остановы оборудования, повседневного ухода и смазки механизмов, карту смазки, краткие сведения о возможных неисправностях, основные требования безопасности. Эксплуатация оборудования повседневная осуществляется рабочими, обслуживающими его – слесарями, наладчиками, электриками, дежурными слесарями и электриками цеха или завода. Осмотры и планово-предупредительные ремонты оборудования выполняются службой главного механика. Для обеспечения работоспособности, безопасности, безаварийной и экономичной работы оборудования необходимо изучить техническую документацию, описание, схемы, чертежи и т.п., принцип работы, конструктивные особенности, правила сборки, разборки и наладки, быстро и безошибочно выполнять все действия, обеспечивающие безаварийный пуск, эксплуатацию и выход машины из действия, а осуществлять надлежащий уход за оборудованием, содержать его в технически исправном состоянии, проводить регулировку в соответствии с требованиями завода-изготовителя, устранять характерные неисправности узлов и механизмов машины. Рабочие и занятые эксплуатацией технологического оборудования несут ответственность за сохранность машин. Особое внимание следует уделять организации эксплуатации, подвижным частям технологического оборудования, устройствам, работающим под давлением, исправности контрольно-измерительных приборов, средств автоматического управления и электрических систем, выполнению обслуживающим персоналом правил безопасности и производственной санитарии. Перед пуском оборудования в эксплуатацию необходимо подготовить рабочее место и осмотреть оборудование. Во время осмотра проверяют следующее. Частоту и исправность оборудования, отсутствие посторонних предметов на движущихся частях, наличие и исправность ограждений на вращающихся и движущихся частях оборудования, исправность загрузочных-разгрузочных устройств. Надежность крепления узлов и деталей оборудования, станин, стоек, редукторов и т.д. Исправность соединительных муфт, храповых, стопорных, тормозных устройств и т.д. Исправность цепных, ременных и других передач. При необходимости регулируют натяжение последних в соответствии с требованиями инструкции завода-изготовителя. Наличие и исправность контрольно-измерительных приборов, своевременно прошедших поверку, средств световой и звуковой сигнализации, наличие и исправность заземляющих и зануляющих устройств. Для проверки наличия смазки необходимо Очистить загрязненные фильтры, набить смазкой пресс-масленки, наполнить емкости и устройства жидкой смазкой, смазать вручную открытые трущиеся части оборудования, следя за тем, чтобы смазка не попала на обрабатываемый продукт, рабочие поверхности тормозов, шкивов, ременных передач и т.д. 1. Проверить уровень масла в картерах, емкостях централизованных систем смазки и в случае необходимости пополнить их. 2. Прокачать системы централизованной смазки и проверить поступление смазки ко всем точкам, доступным для осмотра. 3. Неисправности, отмеченные при осмотре, необходимо устранить, а выполнить необходимые наладку и регулировку оборудования. 4. Подготовить к пуску приводы и обслуживающие системы для опробования на холостом ходу. 5. Вручную выполнить проворачивание вращающихся узлов машины, если имеется такая возможность. 6. А затем произвести пуск на холостом ходу в течение 2-3 минут и проверить. 7. Отсутствие посторонних шумов, стуков, вибраций и т.д. 8. Взаимодействие и слаженность работы всех частей оборудования. 9. Отсутствие недопустимого нагрева в сочленениях движущихся частей оборудования. 10. Работу систем смазки, отсутствие утечек масла, жидкости и т.д. 10. Плавные без рывков, произвести пуск машины, вывести на заданный режим и подать нагрузку. 11. При эксплуатации оборудования необходимо следить за тем, чтобы оборудование работало без посторонних шумов и вибраций. 12. Следить за нагрузкой оборудования, своевременно изменять режимы работы, не допуская перегрузки. 13. Наблюдать за показаниями контрольно-измерительных приборов и сигнальных устройств. 14. Следить за работой систем смазки, предотвращать утечку масла через уплотнительные устройства валов, крышек, пробок, фланцев и т.д. 15. Своевременно смазывать открытые трущиеся поверхности, узлов и деталей. 16. Контролировать температуру и давление в системах смазки, своевременно очищать и менять фильтры. 17. Контролировать температуру подшипников, втулок, сальников, трущихся частей, не допускать перегрева. 18. Запрещается. 19. Работать на неисправном оборудовании. 19. Устранять неисправности и проводить ремонт во время работы оборудования. 20. Выполнять чистку и смазку работающего оборудования без специальных приспособлений, обеспечивающих полную безопасность обслуживающего персонала. 21. Нагружать оборудование сверх установленных норм. 22. Работать на оборудовании при отсутствии ограждений, защитных и блокирующих устройств. 23. Поручать управление оборудования лицам, не имеющим на это допуска. 24. Оставлять рабочее оборудование без присмотра. 25. Об обнаруженных во время работы оборудования неисправностях необходимо доложить начальнику, мастеру, начальнику цеха, механику и принять меры к устранению этих неисправностей. 26. По окончании работы оборудование необходимо выполнить его остановку в соответствии с инструкцией завода-изготовителя, привести механизм управления в исходное положение, провести осмотр, чистку, мойку и смазку, убрать рабочее место, доложить механику, слесарю, наладчику о всех замеченных неполадках за истекшую смену. 27. Оборудование должно быть немедленно остановлено в следующих случаях. 28. При обнаружении неисправностей концевых выключателей, системы электрической защиты, приводов, тормозов, храповых и блокирующих устройств. 29. При появлении недопустимых стука шуба вибрации нагрева отдельных узлов деталей подшипников. 30. При падении давления утечки масла или повышении его температуры сверхдопустимой. 30. При появлении опасности для обслуживающего персонала при обнаружении брака. Продолжение следует...